Всем привет, на связи обучающий проект записки вебмастера. В сегодняшнем видео я покажу вам, как на абсолютно любую страницу можно установить анимационный слайдер с функцией карусели и прочими атрибутами и фишками. Для начала мы устанавливаем плагин Metaslide. Для этого переходим в панель поиска и установки плагинов. В области ввода плагинов в правом верхнем углу вводим Metaslider. Итак, выбираем вот этот первый попавшийся. Внимание, при установке плагина всегда сверяйте его название и автора разработчика с тем плагином, который вам рекомендуют использовать. Также, если вы ищете плагин под конкретные задачи, то также можете обращать внимание на рейтинг плагина, то есть на количество установок, а также на то обстоятельство, подходит ли плагин для вашей версии CMS WordPress. Для установки плагина кликаем по одноименной кнопке, а затем поактивировать. Если вы все сделаете правильно, то у вас на панели консолей появится вкладка Metaslider. Давайте перейдем в нее. Итак, я создам слайд для страницы «Услуги сайта Фотостудии». Ссылка на все материалы, используемые в этом видео, будут в описании. Давайте создадим слайдер, для этого кликаем вот по этой ссылке. Теперь перед вами открылась панель настройки создаваемого вами слайдера. Наш слайдер будет состоять из четырех картинок, то есть из четырех слайдов. Для добавления слайда кликаем по соответствующей кнопке, после чего в открывшейся панели загружаем изображение для слайда, а затем для добавления их в слайдер выделяем все необходимые изображения. Для того, чтобы выбрать сразу все четыре изображения, зажимаем на клавиатуре клавишу Ctrl и выделяем все необходимые фото, после чего отпускаем клавишу Ctrl и кликаем по кнопке «Добавить в слайд-шоу». И как вы видите, наши слайды добавились в слайдер. Итак, давайте теперь приступим к настройке слайд-шоу и предлагаю вам обратить свое внимание на эту область. Наш слайд будет переадресовывать на страницу, которая называется «Консультация», где располагается форма обратной связи. Итак, на слайде у нас будут две ссылки, которые будут переадресовывать на страницу «Консультация». Во-первых, непосредственно на самом слайдере будет расположена кнопка, кликнув по которой пользователь может перейти на эту страницу «Консультация». А во-вторых, сам слайд будет являться ссылкой. Итак, чтобы непосредственно слайдер передресовывал на страницу «Консультация», нам необходимо в вот эту область вставить адрес нашей страницы «Консультация». Итак, во второй вкладке открываем страницу «Консультация» и копируем ссылку из адресной строки браузера. После чего возвращаемся в панель настройки слайдера и вставляем скопированную ссылку в вот эту область. А для того, чтобы страница открывалась в новой вкладке, устанавливаем галочку вот в этом чекбоксе. Теперь, для того, чтобы на слайдере отображать заголовок и кнопку «Консультация», нам нужно убрать галочку возле этого чекбокса и ввести в это поле соответствующий контент. У вас под видео есть ссылка на файл под названием «Код для оформления контента слайдера». Вам нужно открыть этот файл, скопировать весь его код и вставить вот эту область. Подробный разбор кода и инструкция по изменению контента слайдера подробно разобрана в файле «Инструкция по настройке контента слайдера», которая расположена в описании к этому же видео. Кроме того, если вы не хотите стилизовать контент слайда, то можете просто ввести в эту область текст и вставить шорткод кнопки, если, конечно, вы планируете ее использовать на своем слайдере. Еще один момент. Наш слайдер состоит из четырех слайдов. Так вот, контент, то есть описание каждого из четырех слайдов, не обязательно должно быть одинаковым. То есть, если вы хотите, то для каждого из четырех слайдов можете создавать разное описание путем ввода информации в соответствующие области. Еще один момент. Мы также на нашем слайдере, как я и говорил ранее, будем размещать кнопку передрессации на другую страницу. Если вы не знаете, как создавать и размещать кнопки, то также в описании будет ссылка на мой видео урок, из которого вы научитесь это делать. Далее здесь есть вкладка SEO, в которой можно придать название изображением и определить всплывающий текст при наведении на это самое изображение. Это будет способствовать оптимизации поисковой выдачи в Яндексе. То есть, если мы введем графу title в качестве названия, например, фотосессия, то при поиске в Яндексе, когда пользователь будет искать информацию по слову фотосессия, ему в том числе Яндекс и Гугл выдаст ссылку на страницу с нашим слайдером. Так как в названии изображения мы использовали слово фотосессия, а во втором поле вводится подсказка, которая будет выводиться при наведении курсора на слайд. Итак, давайте введем в верхнее поле слово фотосессия, а во второе поле кликни по мне. Но для начала уберем галочки с этих чекбоксов, а затем введем нужную нам информацию. Вот так. Также здесь имеется вкладка обрезать. Давайте перейдем в нее. Здесь можно выбрать область отображения изображения, если оно выходит за границы слайдера. То есть, если изображение больше, чем параметры слайдера, то можно определить, какую часть изображения демонстрировать на этом самом слайдере. Итак, для выбора вам просто нужно кликнуть по соответствующему значению вот этого раскрывающегося списка. Я же вам для корректного отображения изображения советую выбирать по центру. Теперь давайте вернемся в первую вкладку и установим точно такие же параметры для остальных слайдов. Кроме того, эти слайды можно менять местами. Для этого наводим курсор мыши вот на это место слайда, после чего зажимаем левую кнопку мыши и переносим слайд на необходимую позицию, после чего отпускаем левую кнопку мыши. Сейчас я сортирую свои слайды в правильном порядке. Вот так. Также здесь у каждого слайда на главной панели имеются две кнопки. С помощью крестика можно удалить слайд, просто кликнув по нему, а с помощью карандаша можно поменять изображение на слайде, также посредством клика по нему левой кнопкой мыши. Теперь давайте сохраним все изменения. Сейчас мы переходим к настройке внешнего вида слайдера с помощью вот этой панели. Для начала давайте введем необходимые размеры нашего слайдера. Я введу ширину 1152 пикселя и высоту 768 пикселей. Соответственно вот эти области. Откуда я взял эти цифры? Я просто выбрал самую маленькую ширину и высоту одного из четырех моих изображений, используемых в слайдере. Это сделано специально для того, чтобы изображения корректно отображались в слайдере, а не были обрезанными. Итак, нам нужно ввести ширину и высоту вот эти области. Далее мы выбираем анимационный эффект смены одного изображения на другой. В бесплатной версии плагина доступно два эффекта – растворение и скольжение. Скольжение, по моему личному мнению, выглядит более эффектно, поэтому я выберу данную опцию из этого раскрывающегося списка. После чего располагается область выбора дизайна оформления слайдера. В бесплатной версии плагина доступен лишь один стандартный вариант дизайна, поэтому мы здесь ничего не выбираем. Далее, если вы не хотите показывать стрелки переключателей слайда, то вам нужно убрать из этого чекбокса галочку. Если же вы все-таки хотите их использовать, то галочка вот здесь должна стоять. Далее по слайдам размещаются точки радиокнопки, с помощью которых также можно переключать слайды. Одна кнопка соответствует одному слайду. То есть, если у нас в слайдере используются четыре слайда, то соответственно у нас будет четыре радиокнопки. Эту опцию можно как скрывать, так и отображать. Для этого нужно выбрать соответствующее положение для радиокнопок в области навигация. Также здесь имеются дополнительные опции радиокнопок управления и навигации, но не доступны в полной платной про-версии. Но и бесплатного функционала данного плагина вам хватит с головой. В самом низу на панели расположен раскрывающийся список, расширенные настройки. Давайте откроем его. Во-первых, здесь можно настроить внешний вид слайдера, а именно его можно растянуть или выровнять соответственно по центру. Данная опция определяется посредством установки галочки в соответствующий чекбокс с помощью клика левой кнопкой мыши. Я выберу выровнять по центру. Далее чуть ниже можно определить как воспроизводить показ слайдера. Автоматически либо вручную посредством клика по стрелкам или точкам навигации. Определяется посредством установки галочки в соответствующий чекбокс. Если вы не хотите отображать автоматически, то галочку уберите. Я оставлю воспроизводить автоматически. Далее располагается область, где можно выбрать вариант обрезки изображения, в случае если оно выходит за пределы слайдера. Для выбора варианта нужно выбрать соответствующий режим из этого раскрывающегося списка. Но я вам рекомендую во избежание некорректного отображения изображений на вашем слайдере оставлять вариант умная обрезка. А мы идем дальше. Чуть ниже можно настроить для нашего слайдера эффект карусели. Это когда на слайде отображается не одно, а два или полтора изображения. При этом переход от одного к последующему происходит с эффектом плавного перекатывания. То есть как движение карусели или качели, ну прям как в детстве. Этот эффект очень часто используется при отображении небольших нескольких изображений. Например в блоке галереи фотографий. Или например в качестве работ фотосалонов, либо для фотосессии из какого-либо события. Где в общем-то представлено несколько, а может быть и десятки изображений. Для отображения большого слайдера с кнопкой и текстом данный эффект не совсем подходит. Поэтому я его активировать не буду. Но если вы захотите его использовать, то он активируется установкой соответствующей галочки в этом чекбоксе. И определением отступа одного изображения от другого. Посредством ввода нужного значения в эту область в пикселях. Более подробный пример настройки этого эффекта мы будем рассматривать в отдельном видео. Далее находится область настройки перехода одного слайда на другой. Здесь можно установить эффект ускорения при последующих переходах от одного слайда к последующим. Активировать этот эффект можно посредством установки галочки вот в этом чекбоксе. Также можно выводить слайды в случайном порядке, установив галочку вот этой области. Но данная опция не всегда срабатывает корректно. Поэтому особое внимание этому пункту не уделяйте. Далее можно активировать такой эффект, при котором в случае наведения курсора мыши на один из слайдов, демонстрация, то есть переход одного слайда к другому приостанавливается и возобновится после того, как вы уберете курсор мыши. Это делается для того, чтобы клиент смог ознакомиться с интересующей его информацией, расположенной на слайде без проблем, и постоянного перематывания слайдера на интересующий его слайд. Данную опцию можно активировать посредством установки галочки вот этой области и наоборот. Если не хотите использовать эту опцию, то уберите галочку с этого чекбокса. Кроме того, можно осуществлять смену слайдов не справа налево, а в обратном порядке слева направо. Для этого вам нужно установить галочку в этом чекбоксе и наоборот. Вот если не хотите использовать данную опцию, то галочку в данного чекбокса снимите. Далее мы определяем время показа каждого слайда, а также период, в течение которого происходит смена одного слайда на другой. Для определения времени, в течение которого демонстрируется слайд, нужно ввести соответствующее значение в вот эту область. Значение измеряется в миллисекундах. Одна секунда равняется 1000 миллисекунд. И соответственно для определения времени смены одного слайда другим, нужно ввести значение в эту область. Я оставлю эти значения без изменения. Чуть ниже мы определяем направление смены одним слайдом другим. То есть мы устанавливаем как должна происходить смена вертикально или горизонтально. Для этого мы выбираем из этого раскрывающегося списка соответствующее значение. Но заранее скажу горизонтальный вид выглядит намного эффектнее чем вертикальный. Итак я оставлю горизонтальный способ смены одного слайда другим. Далее располагается раскрывающийся список, где вы можете сгладить эффект перехода одного слайда на другой, выбрав соответствующий режим. Но особо не застряйте на нем свое внимание, потому что вы не найдете прям огромной разницы между этими эффектами сглаживания. Далее если вы используете вместо стрелок в качестве переключения ссылки, то в эти области нужно ввести название этих кнопок. Например вперед и назад. Эту опцию можно использовать если вы будете настраивать для своего слайдера вид отображения R-slide. Виды отображения мы будем настраивать в этом видео чуть позже. Итак я буду использовать стрелки, поэтому я ничего в эти области вводить не буду. В конце нашей панели дополнительных настроек находится блок для продвинутых пользователей, предназначенный для изменения внешнего вида слайдера посредством технологии CSS. Я вам рекомендую здесь ничего не трогать. Далее в самом конце данной панели находится кнопка удаления настраиваемого слайдера. Теперь давайте поднимемся в самый верх и обратим свое внимание на вот эту область. Здесь вот эта кнопка позволяет посмотреть как будет выглядеть наш слайд при текущих настройках. То есть эта кнопка вызывает такое превью демонстрационное окно. Далее на этой панели можно выбрать один из вариантов отображения слайдера посредством клика вот по этим вкладкам. Итак у нас активно первая вкладка. Давайте посмотрим как будет выглядеть наше окно. Кликаем по выводу демонстрационной области. Вот так в принципе неплохо. Теперь давайте посмотрим на второй вариант отображения. Для этого закрываем демонстрационное окно, кликая за пределами слайда вот здесь. Затем выбираем вторую вкладку и снова переходим в демонстрационное окно. В принципе тоже неплохо. Теперь давайте посмотрим на два последних варианта отображения слайдера. Итак, как мы убедились, самый корректный способ отображения был, когда мы активировали первую вкладку, так что давайте я ее и выберу, после чего сохраню изменения. Теперь давайте спустимся чуть ниже до этого блока. Как вы видите, нашему слайдеру сформирован шорткод, вам нужно его скопировать. Мы будем устанавливать данный слайдер на страницу услуги. Итак, давайте перейдем в каталог созданной нами страниц, для этого наводим курсор мыши на панель консоли, на вкладку страницы и выбираем все страницы. Давайте для начала создадим страницу. Если вы не знаете, как пользоваться консолью WordPress, то также под видео будет ссылка на мой видео урок, в котором за несколько минут вы научитесь ориентироваться на WordPress. А также в описании будет ссылка на мой аккаунт ВКонтакте, где вы можете задать интересующий вас вопрос и получить очень развернутый ответ. Итак, мы создаем страницу услуги. Далее в панели редактирования страницы устанавливаем курсор по центру и вставляем скопированный шорткод нашего слайдера. Если у вас при вставке шорткод сместится влево, то кликайте вот по этой кнопке и он выровнится по центру. Также слайдер можно вставить с помощью этой кнопки. Итак, кликаем по ней. После чего в новом окне, в раскрывающемся списке выбираем созданный вами слайд, а затем кликаем по кнопке вставить слайд-шоу. Единственное помните, что если вы планируете использовать способ вставки слайдера с помощью кнопки, то вам необходимо при создании слайдера присваивать ему уникальное имя, для того чтобы отличать один слайдер от другого. Но проще всего вставлять слайдер на страницу с помощью копирования шорткода, который генерируется на панели создания слайдера. Теперь давайте сохраним все изменения и перейдем на сайт для просмотра результатов. Пожалуйста, все выглядит просто шикарно. Стрелки переключателей имеют прозрачный вид и находятся за пределами слайдера. Но при наведении на слайд курсора мыши, они отображаются, хотя и еле видны. Итак, вот мы и создали с вами стильный и современный слайд, который вы можете устанавливать где угодно. Посредством шорткода на страницу абсолютно в любом месте, либо виджет зону с помощью виджета мета слайд. В общем, мета слайд это самое простое, оперативное и эффективно функционирующее решение. Так что используйте его на здоровье. Кстати говоря, если вам нужно будет создать еще и другие слайды, то в панели настройки слайда просто кликните вот по этой кнопке. После чего перед вами откроется панель создания нового слайдера. Вот так-то. А на сегодня у меня все. С вами был обучающий проект записки вебмастера. До встречи на волнах наших эфиров. Субтитры сделал DimaTorzok